Я сам никогда не хожу на лекции журналистов, потому что, как правило, конечно, у журналиста нет за спиной той глубины, которая есть у ученого. С другой стороны, журналист может иногда пройти в такие места, куда никого другого не пустят. И иногда может увидеть что-то своими глазами и это потом пересказать, что, в общем, недоступно для других людей. И хочу сказать, что я просто фанат техники. Я, наверное, известен в кругах людей, связанных с популярной механикой или с другими научно-популярными изданиями, как такой самоделки. Я очень люблю все делать руками, как-то щупать все эти технические решения самостоятельно. Поэтому у меня взгляд такой прикладной. В общем, я буду с удовольствием пытаться ответить на все вопросы. Не уверен, что у меня получится, но я заранее рад дискуссии, если она у нас завяжется. Сейчас покажу вам свою презентацию. Ее видно на весь экран? Чудно. Мне хотелось бы с небольшого интерактива начать. Он нужен для того, чтобы проиллюстрировать мысль о том, что в понятии умного города очень важно не ошибиться с определением. И мне кажется, что целая отрасль, такая как отрасль домашней автоматизации, то есть умный дом, погибла из-за того, что вовремя определения ей дать не смогли. Если нетрудно, можете покидать в чатик, если у кого-то дома есть система умный дом. Мне кажется, тут не надо спрашивать, что это такое. Если вы спрашиваете, значит, наверное, нет. А если она есть, то просто напишите, что есть. Среди моих знакомых умный дом есть вот только у меня и еще одного человека. Больше умного дома нет ни у кого. И застройщики, которые сейчас сдают какую-то недвижимость, по крайней мере, в России, в том числе элитную недвижимость, то есть они ее могут сдавать с потолками из карельской березы, с каким-то мрамором на стенах. И при этом все равно там не будет домашней автоматизации. Почему-то настолько непопулярна эта тема. И когда я говорю знакомым, что вот у меня есть система умный дом, я фанат этой штуки, она у меня была в предыдущем жилье, потом мы с удовольствием стали строить уже в следующем, когда переехали, то есть не разочаровались. Когда меня спрашивают, и что он может делать, как-то разговор всегда заходит в тупик. Люди начинают спрашивать, ну можешь ли ты голосом включать свет, как Тони Старк в фильме «Железный человек». Я говорю, да нет, зачем, не могу. Они спрашивают, а можешь ли ты открывать там жалюзи на окнах или открывать отпечатком пальцем замок. И каждый раз они транслируют какие-то свои собственные фантазии о том, как выглядит дом будущего, и они не соотносятся с тем, что есть в реальности. И я им не могу объяснить, что это такое. В чате у нас появилось. А, вот, кусочки умного дома, да, Олекса. Ну да, это кусочки. Спасибо за обратную связь. Пардон, немножко отвлекся. Вот, чтобы проиллюстрировать мою мысль о том, что индустрия – это не развивается, я могу сказать, что в 2020 году рынок потребительской электроники в целом составил 487, почти 500 миллиардов долларов. И всего 15 миллиардов долларов, представляете, 487 и 15 – какая-то маленькая вообще цифра, капля в море. приходится на домашнюю автоматизацию. Это по данным Ассоциации потребительских технологий. Штаб-квартира в Санкт-Франциско. Я еще здесь поставил скриншот из фильма «Мой дядюшка». Вот в этом фильме «Умный дом» показан примерно так, как его понимают и сейчас, прямо в данный момент. И сначала я написал год, а потом я этот год закрыл. Вот кто-то, глядя на картинку, может предположить? Или, может быть, смотрел этот фильм? К какому году он относится, когда он был снят? Судя по дамским модам, середина 50-х? Точно, это 1958 год. То есть концепция существовала уже тогда, и до сих пор она не развилась ни во что угодно. Почему? Потому что непонятно. Вот как я понимаю «Умный дом», который у меня есть? У меня к системе подключен каждый выключатель, каждая лампочка, и практически каждый прибор в доме, он имеет просто свой сетевой адрес. Для меня это не означает какого-то особого функционала. Я когда это делал, я не думал, что я буду выключать свет, не вставая с дивана, или не мечтал управлять чем-то голосом. Для меня это просто естественно, что в 21 веке система должна строиться так. Это как бы вид архитектуры. Что это дает? Ну, например, был случай, когда выяснилось, что мы рассчитали мебель неправильно, и когда поставили шкаф, мы загородили шкафом выключатель. И это совершенно не было проблемой, потому что мы купили выключатель на батарейках, на стенной, который плоский и клеится на скотч. Мы его прилепили рядом с этим шкафом, назначили ему адрес этой лампочки, и проблема была полностью решена. И было бы странно, если бы она не решена, была таким же образом в 2021 году. Вот вся эта система, ее можно назвать цифровым двойником. Что это за цифровой двойник? Ну вот, например, в телефоне есть приложение, в котором, опять же, отмечена каждая лампочка, каждый бытовой прибор, подключенный к этой сети, каждая электрическая занавеска, которая открывается и закрывается сама. И это дает в любую возможность исполнить любой каприз. То есть не планировать систему заранее. Например, если завтра мне захочется, чтобы у меня шторы открывались там ровно в 8 утра, чтобы солнышко светило, я тут же буду понимать, что я могу это сделать в несколько кликов. Или, например, если мне захочется добавить датчик движения, и чтобы у меня там все включалось, если кто-то идет в поле зрения, я это тоже смогу запросто добавить. Наконец, даже такие проблемы, как уехал из дома и забыл выключить свет. Это тоже смешно, потому что у меня всегда цифровой двойник дома есть приложение, и я могу выключить свет из любой точки мира. То есть мне кажется, что сейчас это совершенно естественно для нынешнего времени. Но, тем не менее, никто этим не пользуется. Вы видели. 15 миллиардов против 4,5 миллиарда. А можно сразу прервать с вопросом, если нет эха? Да, конечно. Это вопрос и заявка на тему, на то, когда мы перейдем к городам. Вот дополнительный функционал, с одной стороны, и дополнительные уязвимости с другой стороны. Грубо говоря, Снежинка сама собирается, или у вас компьютер ее собирается? Все в режиме ручного управления. А реальный функционал, которым вы пользуетесь, это выключатель передвинуть. Все остальное вы не сделали. Как вы взвешиваете это для умного дома и заявка на такую же тему, когда мы перейдем к городам? Уязвимость. Ну, это хороший вопрос, потому что он практический, именно для меня. Я его решал для себя. И я этого в доме боюсь не очень. Функционал? Ну, какой функционал? Например, когда я лежу, мне лень вставать, и я просто лежу спать, сплю, готовлю спать, мне хочется выключить свет. Я его выключаю с телефона, мне кажется, это полезно, это классный функционал. Какие-то сценарии у меня дома есть, я могу подключить Олексу, голосовое управление тоже появится. То есть, ну, с функционалом там нормально, но действительно он не какой-то грандиозный. Все эти команды, они, в принципе, они остаются внутри дома, то есть все они ходят через внутренний контроллер домашний. Этот контроллер подключен к интернету, но команды не проходят через интернет, когда они внутри дома даются. Тем не менее, все это, например, в моем случае относится к системе Xiaomi, и Xiaomi, в принципе, может действительно в любой момент делать с моим домом что угодно. Я не очень представляю, мне просто почему-то не страшно, что Xiaomi что-то будет делать с моим домом. Если вдруг Xiaomi решит с домом чудить, то все провода проложены, я просто отключу эту систему от сети и перейду на какой-то, или на другого производителя умного дома, или на простые вот эти древние дедовские выключатели. Но пока что мне эта угроза просто не кажется серьезной. Мало того, когда мы продали квартиру с умным домом, въехали туда не энтузиасты, им действительно не нужен был этот функционал, но они ничего не поменяли, у них все осталось работать, и, в общем, ничего не изменилось. Оно так и работает до сих пор. В общем, проблема уязвимости, она действительно есть, я согласен. И устанавливая у себя дома вот это все, я прямо-таки доверяю значительную часть жизни некой китайской компании. Да, это так. Можно сказать, секьюрити. Дело в том, что... Да, простите. Все это секьюрити, центр секьюрити, это где находится сервер. И вот в случае таких компаний, когда используются готовые решения, то этот сервер стоит где-то, и, конечно, ты эти данные отдаешь на обработку туда. Но этот сервер можно точно так же поставить дома, и тогда это будет полностью замкнутая система. И тогда вопрос безопасности сходится к тому, что девайсы, в принципе, они по Wi-Fi подключены к интернету, к интернету PINX. И дальше начинается вопрос, насколько производитель конкретного девайса защитил этот девайс от каких-то хакерских этапов. Подключены они, кстати, не по Wi-Fi, они подключаются по собственному протоколу. Это может быть Zigbee, это могут быть другие протоколы. Да, есть такие, но довольно много сейчас умных девайсов подключается через ASPP-чип, который Wi-Fi-ный. Да-да-да. Он очень распространенный. Но должен сказать, что сейчас множество производителей микросхем, силикона, они решают этот вопрос и организуются комитеты, проекты, так называемые Secure Trusted Firmware, которые являются общим открытым стандартом для всей индустрии и которые делают эти девайсы действительно защищенными. А если где-то обнаруживаются проблемы, то она решает общий код для всех. Ну, собственно, сейчас проблема станет еще актуальнее, ведь на пороге у нас 5G, ну, у кого-то на пороге, у кого-то уже работает. И главная фишка 5G на самом деле вовсе не в скорости и даже не в минимальной задержке сигнала, а в количестве возможных подключенных устройств. Там специально так мелко делится сетевое пространство, вернее, физическое пространство, чтобы устройств на километр, по-моему, там какое-то чудовищное количество, не помню, миллиард. Не, наверное, сейчас забираюсь насчет миллиарда, но, в общем, очень много подключенных устройств. Все это как раз в расчете на интернет вещей и на то, что просто в тех же самых сотовых сетях у нас будут подключены все эти розетки, чайники и все, что мы считаем приборами умного дома. И, собственно, ну, и умного города тоже, и умного бизнеса тоже. И, в общем, наверное, это будет еще одна попытка третьего пришествия умного дома, когда все будет совсем просто и достаточно будет подключиться уже к Wi-Fi. Спасибо. Спасибо вам. Я вот эту схему сюда вынес, она будет потом повторена. Она пусть пока повисит на экране, вы в нее даже не вникайте. Просто я пока что хочу сказать, что приглашаю вас в такое гипотетическое путешествие. Представьте себе, что вы, допустим, вместе со мной за компанию строите дом, просто свой личный. И с этого личного дома мы постепенно дойдем аж до умного города во всем его многообразии. Вот на уровне дома, допустим, когда мы строим, мы нанимаем дизайнера или, точнее, архитектора, и уж, конечно, сейчас, в 21 веке никакому архитектору не придет в голову чертить что-то на бумаге. Все делается в системах автоматического проектирования, строится 3D-модель, и бумагой уже, как таковой, никто не пользуется. Собственно, один из этих рисунков, тот, который в правом верхнем углу, это модель, которую я сам нарисовал. Это мой собственный дом, его кусочек. И я ее положил сюда к тому, что даже когда ремонт делается пустарно, без привлечения дизайнера, без привлечения каких-то, не знаю, архитектора и других специалистов, тем не менее, даже такому, в общем, простому человеку, такому, как я, гораздо проще сейчас начертить в 3D, в простом редакторе свой дом, чем как-то, не знаю, вырезать из бумаги диванчики и накладывать их на бумажный рисунок. Чем это приятно лично мне? Во-первых, это сразу гарантия от ошибок, потому что в 3D-модели ошибиться невозможно. Там сразу все элементы дома находятся в одной модели, и если что-то пересекается, оно просто не встанет в модель. То, что это наглядно, это понятно, то, что можно прогуляться по своему будущему дому, как-то примерить его на себя виртуально, это тоже понятно. И эта модель, она, разумеется, останется со мной навсегда. Она не будет стерта с компьютера, когда ремонт закончится, а она будет доставаться, включаться в те моменты, когда, например, нужно выбрать мебель дистанционно. Можно будет эту мебель туда поставить, примерить и сразу в 3D посмотреть, как она выглядит. То есть, понятно, что саппор используется уже повсеместно, и назад дороги нет. Поднимемся немножечко на уровень выше и поговорим о BIM-модели. BIM – это Building Information Mode. Что это такое? Допустим, у нас есть тот же саппор, но у него можно кликнуть на любой элемент конструкции. Допустим, мы кликаем на дверь и тут же получаем всю информацию в табличной форме об этой двери. Ее размер, ее цвет, ее модель, из чего она сделана. То есть, это BIM – это фактически база данных, которая привязана к 3D-модели. Чем это здорово? Ну, вот эта база, она будет постоянно пополняться. Например, когда мы эту дверь закажем, мы запишем, у кого мы ее заказали и сколько она стоила. Если это, например, не дверь, а батарея, которую периодически нужно менять, то мы в эту базу запишем, с какой периодичностью ее менять. У нас будет срабатывать будильник и подсказывать, что вот, там скоро батареи требуются замены или техобслуживания. BIM-модели очень популярны во многих странах, но, например, не в России. Понятно, почему в России не популярны BIM-модели? Ну, потому что они автоматически составляют очень точный бюджет строительства. Когда у вас есть BIM-модель, вам не надо закладывать какие-то запасы материалов, потому что они все очень точно посчитаны. Если вы, например, опять же выберете все-все-все двери, вернее, ну, просто сделайте команду, выбрать двери, вы увидите, сколько их во всем огромном здании, сколько они стоили с точностью до рубля, когда они были приобретены. Вот. Поэтому BIM-модели, они практически искореняют коррупцию, они не позволяют ничего украсть, и это их главный недостаток, ну, в общем, то, что смущает людей, которые не хотят переходить на BIM. В основном весь цивилизованный мир на BIM-переходят. Вот, допустим, с помощью BIM-модели мы построили здание. Может ли эта модель служить нам дальше? Да, она может помогать в эксплуатации. И мы уже поговорили о том, что она может подсказывать, когда те или иные компоненты всего этого здания требуют обслуживания. Кроме того, мы можем оснастить здание датчиками. Например, мы можем на какие-то конструкции напряженные поставить датчики, которые будут сообщать об этом самом напряжении и поднимут тревогу, если что. Мы можем оснастить здание, систему пожаротушения со своими датчиками и тоже завести ее в BIM. Разумеется, всяческие счетчики электроэнергии, водоснабжения, которые учитывают расход текунайных, носителей или энергии и тоже все это передают к нам в базу данных. Получается, что с BIM эксплуатировать здание очень удобно. Оно фактически само подсказывает, когда его нужно обслужить, полечить и, может быть, модернизировать. Хочется сделать небольшое отступление и поговорить про вот этот мой любимый водосчетчик. Я этот водосчетчик впервые увидел в собственной квартире. Это уже атрибут, я бы сказал, умного города даже, а не умного дома. Ну, наверное, из присутствующих все знакомы с подобными устройствами. Это счетчик, который стоит в квартире и сообщает о том, сколько воды было израсходовано даже не в эксплуатирующую организацию, а сразу туда, поставщику воды. Чем этот счетчик меня лично восхищает? Во-первых, если подумать, вот я жил в многоквартирном доме, у него на каждом этаже четыре квартиры, всего этажей было, ну, допустим, 20, то есть получается уже 80 в одном подъезде. Подъездов у нас, ну, допустим, 10, то есть уже получается 800 квартир. Микрорайон состоит из несколько, состоит из десятка таких домов. И в каждой квартире по два таких счетчика на холодную воду и на горячую. То есть получается, что во всем этом микрорайоне этих счетчиков чуть ли не больше, чем мобильных телефонов. И, ну, по крайней мере, получается сопоставимое число. И тем не менее, как-то все они работают, не требуют обслуживания, откуда-то берут энергию и передают данные. Ну, например, когда у нас столько мобильных телефонов, если все абоненты будут говорить одновременно, то сеть ляжет. Это, кстати, при катаклизме не разу было испробовано, когда происходит что-то, ну, там, теракт или стихийное бедствие, сеть ложится, потому что все пытаются позвонить родным. Ну, или в Новый год, когда все поздравляют. А здесь, представляете, такое безумное количество счетчиков. Вот. Тут фокус в том, что они используют специальный протокол для умных устройств. это протокол, который рассчитан на очень-очень низкую скорость передачи данных, на очень редкую передачу данных. Он может отправлять, например, раз в сутки или даже реже свой пакетик информации о том, сколько воды я израсходовал. И таким образом такие устройства, во-первых, очень экономно расходуют энергию. В них батарейка живет 10 лет. Представляете, в беспроводном устройстве, которое очень далеко, на 10 километров передает информацию. 10 лет без перерыва. А наши мобильные телефоны мы заряжаем, например, там, ну, раз в сутки примерно, чтобы они работали. Эти устройства очень хорошо делят эфир. Их так много, и тем не менее, им не тесно. Они все исправно передают данные, и станция, которая принимает эти данные, а она принимает их без ошибок. Вот. В общем, к чему я это все рассказываю? Потому что пока умный дом у нас остается у рядового потребителя в Апале, умный город как раз со стороны города, а не со стороны частных лиц, вовсю обрастает датчиками. Вот такими. Интересный, кстати, момент назревает. Вот мы его сегодня уже затронули в разговоре. Видите, вот этот график, у него по оси ординат скорость передачи данных, а по оси абсцисс дальность. Я бы еще сказал, энергопотребление тоже можно на абсциссы, только в обратном порядке. Чем правее находится протокол, тем меньше энергии он потребляет. И вот есть 5G, который находится на вершине по скорости и потребляет много энергии. И есть LP1, который находится на самом низу по скорости и ему скорость большая не нужна, как и всем умным устройствам. И при этом он потребляет мало энергии. Так вот и 5G создается для того, чтобы двигать умные устройства. И LP1 создается для того, чтобы двигать умные устройства. И вот интересно, кто же собственно победит. Это прям прямая конкуренция. У них еще есть конкурент какой-то новый Wi-Fi. к сожалению из головы вылетело как он называется. В общем Wi-Fi спаум Wi-Fi 6. Wi-Fi следующего поколения. Он тоже по характеристикам очень близок к 5G и находится в прямой конкуренции с этим стандартом. Я прошу прощения, что я немножко отвлекся и увлекся этим. Давайте поднимемся на уровень мэра. И мы поймем, что если у нас есть какие-то общественные здания, автобусные парки или остановки или какие-то общественные заведения государственные, которые построены в БИМ, то было бы вполне логично строить в БИМ и дороги, и инфраструктура этих дорог, и какие-то городские объекты ставить, фонари. И в общем каждый городской объект также записывать в такую модель. Только она будет называться уже не БИМ, а СИ. И преимущество кажется очевидным. То есть во-первых это точное бюджетирование, во-вторых это удобное обслуживание, когда устройства сами сообщают, будь то это фонари с перегорающими лампочками или какие-то люки открытые, которые сами сообщают о том, что их нужно починить или обслужить. И бесконечная расширяемость этой системы, когда есть некая база, ее потом легче расширять, чем все время строить какие-то новые функции. Вот об этом сейчас подробнее стоит поговорить. Вот представьте себе есть сервис Google Maps, Google карты. Google неслабо так вложился в этот сервис, когда обснимал всю планету со спутника, потом сшил эти спутниковые снимки, их все натянул на координатную сетку, удостоверился, что все это работает, и создал вот эту карту. Потом очень много появилось пользовательских продуктов, которые построятся уже над этим функционалом Google Maps. То есть они используют эту координатную сетку, они используют спутниковые снимки и размещают на карте информацию о погоде, например, погодные карты. Это может делать какой-нибудь гидромедцентр. Или пользовательские отзывы о заведениях. Этим занимаются сами пользователи, они заполняют, сходили в ресторан, написали, понравилось им или нет. Это тоже натянуто на ту же карту. Панорамные снимки, виртуальные экскурсии, какие-то экологические карты или карты связи, куда достает сотовая связь, куда не достает. Все это сделали уже гораздо более маленькие организации или даже группы пользователей, чем гигантский Google, потому что они пользовались вот этой базой, которую Google построил. Вот то же самое и с городской инфраструктурой. Если у вас есть уже в городе сим-модель, гораздо проще ее наделить новыми функциями, подключив к ней новые базы данных. И функции эти могут быть самые-самые разные. например, в Дижоне настроена система, когда человек, если увидел, что что-то с городом не так, он открывает приложение, и ему достаточно просто сфотографировать одной кнопочкой. Больше ничего не надо, например, он увидел, что люк открыт, он сфотографировал, и тут же сработала геолокация, сработала какая-то система, которая определяет, какая спецслужба должна отреагировать, когда она должна приехать. В общем, уже выехали ремонтники закрывать этот люк. Система распознавания лиц в Москве, упоминали ее сегодня, тоже ее гораздо проще натянуть на имеющуюся базу данных с геолокацией. Вот точно не скажу, кстати, к чему именно распознавание лиц привязано в Москве, но тем не менее, явно эту систему проще подключить к имеющейся базе, чем та же компания, которая занимается распознаванием лиц, создавала бы собственную карту Москвы. В Сингапуре платные дороги основаны на спутниковой навигации, там машины проезжают, у каждой машины есть спутниковый маячок, и никаких транспондеров, никаких шлагбаумов, никаких вот этих вот толс, их просто нет. Машины ездят, спутник отслеживает, где они ездили, и высылает им счета за платные дороги. И еще один пример, честно говоря, не поручусь, что он связан с какой-то большой городской моделью, но тем не менее, он мог бы быть и связан. Это в Барселоне стали бороться с пустыми такси, таксистам запрещают ездить, пока у них нет пассажира, то есть они не могут поехать через весь город кого-то забрать, они должны стоять там, где высадили предыдущего пассажира и ждать, когда поблизости появится новый пассажир, чтобы подхватить его, в общем, чтобы они не ездили и не ухудшали экологическую ситуацию в хвосту. И эта система, я бы сказал, что это пример довольно сложной функции, которую можно реализовать при помощи какой-то геолокационной модели города. Ну вот, и снова покажу вот эту схему, она суммирует то, что мы сейчас обсудили. То есть, если есть саппор для домов, то очень просто дополнить этот саппор базой данных материалов и привести его в цифровую модель здания, цифровой двойник здания. Если есть цифровые двойники здания, то проще объединить их и немножечко добавить и получить цифровую модель города, чем создавать модель города с нуля. И таким образом, фактически, просто потому, что всем удобно, удобно домохозяйством, удобно бизнесу, удобно мэрии, растет где-то в сети цифровой двойник города. И ему удобно уплотняться, подкачивая к себе новые и новые данные. вместо того, чтобы эти данные лежали где-то разрозненными. Когда образуются новые функции, тоже удобнее подключать их к имеющемуся цифровому двойнику, чем реализовывать по отдельности. Вот раз весь разговор начался с САПР, значит, получается, что где-то есть 3D-модель города, прям как в компьютерной игре, вот прям со всеми улицами, домами, какими-то фонарями, бордюрными камнями, и прям можно походить по ней погулять, как будто мы в Дум играем. Вот такую модель я видел своими глазами. Меня приглашали в гости в Институт научно-исследовательский МОС-Транспроект в Москве, и показывали цифровую модель Москвы, выполненную с точностью до двух миллиметров. Звучит, по-моему, неправдоподобно. Я, по крайней мере, сначала не поверил, потому что трудно себе представить, что кто-то ездит с 3D-сканерами по улицам и с такой точностью оцифровывает Москву. Кто-то, наверное, и ездит, но эта модель, она на самом деле формируется по-другому. Она формируется тоже из общегородских баз данных. Как это происходит? Например, появляется предложение от пункта, например, снизу от муниципалитета поставить на такой-то улице фонарь. На этот фонарь гипотетически будущий уже заводится запись в базе данных. И эта запись проходит по всем ведомствам, которые должны этот фонарь согласовать. Постепенно эта запись обрастает подробностями. Каким будет этот фонарь, какая его модель, сколько он стоит, какие ведомства согласовали или не согласовали его установку. И 3D-модель этого фонаря там тоже есть, потому что таких фонарей много понадобится. Поэтому их кто-то спроектировал, кто-то, значит, передал 3D-модель. И в тот момент, когда все решения уже приняты, все ведомства согласовали, выходят мастера, вкапывают этот фонарь, заливают его бетоном, и у них есть последний шаг. Они достают GPS, как это называют, ну, в общем, прибор, который замеряет GPS-координаты, сверхточные, замеряют координаты этого фонаря и тоже подшивают их к этой записи в базе данных. И фонарь появляется в цифровой модели Москвы. Таким образом она формируется. И вот я повторюсь, по-прежнему даже все, что я сейчас сказал, я это говорю и сам верю в это с трудом, мне кажется, звучит довольно невероятно. Но тем не менее, действительно, своими глазами в Мастер-Ацпроекте я видел эту модель. И для чего... Вопросом? Сергей, можно вопрос перебить? Два миллиметра точность все равно. Никакой GPS никак ее... Это сумасшедшее измерение. Там предстроительство погрешных сантиметров 10 минимум будет установки физически на месте. Как там два миллиметра? Я с ним приставал. Я к ним приставал с этим вопросом. И во-первых, они мне сказали, что это от двух сантиметров до двух миллиметров. Вот так. Но два сантиметра, я думаю, тоже впечатляет. GPS не даст такой точности никогда. Дифференциальный GPS дает сантиметров тридцать. Ну вот. Слушайте, а вот это нужно уточнить. Здесь я прошу прощения, но на этот вопрос я не смогу сейчас точно ответить. С одной стороны, мне чутье подсказывает некое, что простите, эх такое мешает откуда полетело. С одной стороны, сейчас можно попробовать эхо выклинуть. У меня прям очень громко. Вот. Все, не стало эхо. Вот. С одной стороны, я уверен, что координаты с такой точностью замерить можно. Вот. Я не уверен, что это прям один замер GPS. Может быть, это делается с помощью каких-то привязок. Может быть, это делается с помощью нескольких замеров. Но мне кажется, что можно это сделать. Просто я не готов точно ответить сейчас. У меня по моему опыту, это просто стандартно заявленная ошибка для 3D-моделированного, для софта, который делает 3D-модели из съемок, когда он их обрабатывает. Это просто их не стандарт заявленный. А что там на самом деле получается, никто толком не знает. Ну, то есть знают, но это то, что они заявляют эти 2 миллиметра. Скорее, разумеется, знаете, может быть, они замерили по... Ну, скажем, может быть, они просто это продают по высочайшей точности. То есть утверждение, что 2 миллиметра это погрешность софта, а погрешность того, как ты это на самом деле установил, дополнительно она здесь не указана. Это погрешность софта или... Погрешность софта, которая строит 3D-модель из съемок, из данных съемок. А то, что данные съемок плохо привязаны, это не указано. Это другой вопрос, это вопрос GPS-аккуратности, а это вопрос построения модели. Вы знаете, надо это копнуть, потому что я сейчас не готов просто сказать, что да, мы их раскрыли, там не 2 миллиметра. Потому что вопрос, для чего эта модель используется, там такая точность нужна, потому что используется она для беспилотников. Она сделана для беспилотных автомобилей, которые должны ездить по ней. Что? Евгений, скажите. Выражаю сомнение, но это личное мнение одного слушателя. надо разбираться, да. Ну как, ну ты в кем? Да, хорошо. Вот этот беспилотный автомобиль. Я на нем прокатился. Это беспилотный автомобиль, он ездит по улицам Москвы, и его все ненавидят. Когда мы ехали, все смотрели на нас волками из соседних машин, но не потому, что это беспилотник, а потому, что он работает парконом. Ну, то есть, это та машина, которая ездит, выявляет факты нарушения парковки и рассылает штрафы всем. Вот по Москве очень много таких парконов ездит, и один из них работает в беспилотном режиме. Этот автомобиль, вот когда на нем едешь, он очень забавный, он прототип, поэтому ездит он не то, что даже поученический, он поворот и проходит по многоугольнику. То есть, он так много-много-много-много раз дергает рулем. Но это потому, что прототип. А второй такой же, который работает на территории Первой градской больницы, он там возит туда-сюда по маршруту анализы, на коронавирус. Он, говорят, поворачивает уже плавно. На нем я не катался, не проверял. Тем не менее, вот эта машина ежедневно работает, выполняет полезную работу. В ней, разумеется, сидит оператор, который не трогает руль, потому что по закону так сейчас всем положено. Тем не менее, это реально действующий беспилотник. И у него там есть вот такая картинка на экране. они мне объяснили так, что вот это все зеленое, что находится на экране, это 3D-модель. Зеленое, переходящее в красное. Видимо, переходит в красное, оно это высота. Объекты, которые синенькие, это то, что видят камеры, а желтое, это планируемая траектория движения автомобиля. и собственно, почему там эта 3D-модель присутствует, это МОСТ-РАНС-Проект это такие адепты этой цифровой модели дороги, они считают, что беспилотники должны ездить только так и никак иначе. Вот об этом я сейчас расскажу как небольшое такое отступление от темы умного города. Надо разобраться тогда, как в принципе видят беспилотники. У них по сути есть три способа ориентироваться в пространстве. Первый способ, самый простой, это лидары. Что такое лидар? Он действует точно так же, как любой радар, как парковочный радар, например, как парктроник, который посылает ультразвуковую волну в одну сторону, потом, когда эта ультразвуковая волна отражается от бампера соседней машины и возвращается обратно, он замеряет сколько времени прошло и таким образом высчитывает, зная скорость звука расстояния до ближайшего бампера. Лидар это лазерный радар, там вместо звуковой волны электромагнитная, которая побыстрее, поэффективнее, но, тем не менее, суть остается той же, это радар. Второй вариант зрения для беспилотников это видеокамеры. Как правило, их две, как человеческие глаза. Они работают точно так же, как нам глаза позволяют видеть в стерео и прекрасно ориентироваться в пространстве, оценивать расстояние до объектов, распознавать, что это за объекты такие. Точно так же и беспилотники с этим хорошо справляются. Причем, если возникает вопрос по поводу условий видимости, как камера видит в темноте, то я должен сказать, что, например, у дорожных камер, которые распознают номера у автомобилей, у них точность распознавания общая по статистике. По-моему, мне называли цифру аж 92%. И на практике, когда по Москве ездишь, в это веришь, потому что они распознают хорошо и грязные номера, и в темноте, и в темноте в дождь, и в темноте в снег. Вообще, при абсолютно любой видимости эти камеры работают. И третий способ это виртуальные рельсы. Обидное немножечко название, если его применять в цифровой модели дороги. Виртуальные рельсы это когда в памяти машины содержится заранее прописанный путь из GPS координат, и машина по этому пути старается ехать. В частности, применяется очень часто в сельском хозяйстве, беспилотные комбайны ездят по виртуальным рельсам. И если спросить у разных строителей беспилотных автомобилей, что лучше, лидары, видеокамеры или виртуальные рельсы, каждый будет хвалить свою технологию, каждый будет говорить, что лучше видеокамер ничего нет, или лучше цифровой модели дороги ничего нет. На самом деле, они немножечко все заложники ситуации, опираются на ресурсы. Вот для лидаров большого ресурса не нужно. Их можно просто купить, установить на автомобиль и сделать этот автомобиль беспилотным. Собственно, что делают лидары? Они ощущают, как будто осязают, ощупывают пространство вокруг себя и обнаруживают препятствия. По идее, этого же должно быть достаточно. Задача автономного автомобиля это просто ездить и не встречать перед собой препятствия. То есть, не сталкиваться с препятствиями. На самом деле, конечно, все не так просто, потому что лидар не отличает, кто находится перед ним. Вот все эти картинки, собачка, дети, велосипед, автомобиль, мусорный бачок. Для лидаров все это абсолютно одно и то же. И это большая проблема, потому что, во-первых, он не знает, чего ожидать от этого объекта. Потому что чисто статистически, например, автомобиль может начать движение и двигаться довольно быстро. Ребенок тоже. А какой-нибудь неподвижный объект не может двигаться, он всегда будет неподвижным. И беспилотник может рассчитать свое поведение, понимая, что перед ним находится. Лидары не всегда понимают, каковы реальные габариты объекта. Вот, например, если лидаром ощупить велосипед, то, скорее всего, лидар подумает, что перед ним просто пешеход, потому что колеса прозрачные, вот эти тоненькие, он не заметен. Соответственно, автомобиль уже может въехать в колесо, сбить велосипедиста, потому что он просто не понял, что это велосипед. Атмосферные явления тоже очень плохо дружат со всеми радарными технологиями. В дождь, в снег они начинают работать хуже. С другой стороны, они особых вычислительных мощностей не требуют, они доступны разным командам. То есть, это такое дешевое и сердитое решение. Вот, лидары вообще, в принципе, не знать для беспилотника, что за объект перед ним, это большая этическая проблема. Наверное, вы слышали о том, что существует ситуация, в которых беспилотный автомобиль может выбирать, какими будут последствия аварии. То есть, например, если дело запахло жареным, если скорость там превышена, беспилотный автомобиль в этой ситуации, в отличие от человека, не теряет самообладание, он своими электронными мозгами может выбрать, например, убить собственного владельца и въехать в стену на спасти пешехода или спасти владельца, но задавить пешехода. На эту тему интересное исследование проводила MIT, у них был такой проект Moral Machine, предлагая немножечко в нем поиграть, сделать перерывчик, немножко расслабиться. На сайте Moral Machine можно повыбирать, порешать вот такие задачки, заодно поучаствовать в исследованиях. например, картинка, видите, слева ситуация, в которой автомобиль врезается в препятствие, но сохраняет жизнь пешеходам, но убивает своих водителей, вернее, водителей, пассажиров, а справа он убивает пешеходов, но при этом водители и пассажир остаются живы. Вот вы как считаете? Кто-нибудь как-то считает правую картинку или левую надо выбирать? Левую. А может третий вариант повернуть нас на 90 градусов? Ну, задачки ставятся таким образом. На 90 градусов если повернуть, то это, наверное, будет равноценно. Если вправо повернуть, то убьем пассажиров, а если влево повернуть на 90 градусов, то, скорее всего, и пассажиров и пешеходов. Тормоз ставить надо. Вот такую могу предложить ситуацию, например. Тут есть, можно задавить троих женщин и молодого мужчину, а можно троих старых мужчин, я так понимаю, пожилых мужчин. Какой нужно выбирать? Боже, но выбрать же так трудно, все такое вкусное. Конечно, сначала одних, потом других. Замечательные лекции в сторону мы с Соней много обсуждали, по-моему, кто еще из присутствующих смотрел. Гарвардские лекции по концепции справедливости, где про проблему вагонетки первой лекции две, наверное, да, Соня? Вот про эти самые. А как насчет бросить человека, чтобы спасти другого? Да-да-да, и замечательный кейс судебный был с 19 века, где-то это все на самом деле было. Вот видите, тут детки появляются в этой задаче. вот такая вот такую я тоже решил включить. Так, нет, ну вот котиков точно ни в коем случае нельзя убивать. Вот, въезжаем в стену, въезжаем в стену, решили. Вот, moral машин, они подвели итоги довольно забавные, оказалось, что в разных культурах они вот так вот разделили земной шар на культуры. Видно вам, да, наверное, видно, западную, восточную и южную. И выяснилось, что люди в зависимости от того, где они родились, выбирают немножко разные сценарии вот эти этические. То есть, например, вот южная культура спасает женщин. Европейская культура, вернее, не европейская, западная, предпочитает больше не вмешиваться, то есть ехать прямо. Не принимать никакое решение и как бы людям кажется, что так будет что ли справедливее. Хотя беспилотнику все равно повернуть руль и не повернуть. Восточная культура, он спасает пешеходов в основном, для них пешеходы важнее. Где-то даже было вот заметно в западной культуре смотреть, спасать людей в хорошей форме. Вот такой вот есть небольшой пик. в общем такая проблема заслуживает изучения. Ну и, конечно, если лидар не различает кто перед ним, то, в общем, и смысла большого нет. Он не поймет перед ним ребенок, ребенок взрослый, женщина-мужчина с образованием, безобразованием. Ну ладно, это, наверное, никто не поймет. Хотя, кто знает, можно пробить по базам данных. Вот, видеокамеры. Собственно, сейчас загляну вперед. Tesla в 2021 году совсем недавно представила концепцию Pure Vision, в которой, в принципе, отказалась от радаров, и теперь автопилот Tesla смотрит на мир только с помощью камер. Казалось бы, невероятно, как камеры, что нужно сделать с камерами, чтобы они научились настолько хорошо различать объекты. Понятно, что различают объекты на аэросети, и для того, чтобы они хорошо эти объекты различали, их нужно очень хорошо обучить. И вот это ситуация, в которой мы упираемся в ресурс. Во-первых, на борту должен быть очень мощный, очень мощная вычислительная система, потому что понятно, что машина сама не обучается, сам процесс обучения происходит где-то запредел, потом в машине уже сидит готовая нейросеть, но тем не менее, чтобы распознавать образы, все равно ей нужно очень-очень много вычислительной мощности. И эта вычислительная мощность уходит на то, чтобы распознавать образы всего, и края дороги, и распределительные полосы, и каких-то ям на дороге, и деревьев, и отличать все это от облаков, которые не являются препятствиями, хотя выглядят как препятствия. То есть приходится машине решать очень много задач. И самое главное, что для обучения этих нейросетей нужно предоставить компании Tesla очень-очень много данных. очень много видео с автомобилей, которые работают, которые едут в беспилотном режиме. И Tesla здесь всех обскакала немножечко обманным путем. То есть обычно беспилотники ездят, как они сейчас, например, ездят в большом количестве по Москве, беспилотники Яндекса. Там в каждой машине сидит оператор, сидит человек на зарплате, который контролирует поведение этого беспилотника. Tesla как-то умудрилась делать так, чтобы распродать огромное количество фактически беспилотных автомобилей по всему миру, сделать, ну, хотя и с дисклеймером, что в беспилотном режиме люди ездят, не имеют права, но тем не менее он доступен. И тем не менее люди там выкладывали видео на YouTube, как они ездят в беспилотном режиме на Tesla. Все владельцы, скорее всего, это пробовали. и автомобили Tesla отправляют большое количество данных, они постоянно подключены к интернету, они отправляют данные в компанию. то есть фактически большое количество покупателей Tesla стали теми самыми операторами, которые еще и приплатили за то, что они для компании делают эту работу. и собственно провернуть такую грандиозное мероприятие может только Tesla себе позволить. Даже Яндекс не может. Нужно произвести автомобиль, нужно сделать продукт, нужно приучить людей к тому, что автомобиль должен постоянно быть подключен к сети, потому что им могут прислать какую-нибудь няшеную прошивочку новую, чтобы у них в машине появились новые функции. И постоянно выкачивать из автомобилей на дорогах новую информацию для того, чтобы обучать нейросеть. Собственно, не наговариваю ли я на компанию Tesla, правда ли они так делают? Ну, есть такое видео, можно посмотреть на канале Tesla. Они делали очень большую, они регулярно делают огромную презентацию, она называется Tesla Artificial Intelligence Day. И там в течение трех часов частично Илон Маск, в основном инженер, который занимается, который возглавляет у них направление нейросетей, рассказывают, как работает их искусственное зрение на автомобилях. И обо всем этом, в том числе и о сборе данных с автомобилей, которые ездят по дороге, они подробно рассказывают. Вообще это видео совершенно потрясающее. Tesla прям невероятно подробно в нем делится своими техническими ноу-хау. Я, правда, скажу, что я его целиком не осилил, для меня это, наверное, слишком глубоко, слишком сложно. Но если кто-то хочет разобраться в том, как с помощью калера видят беспилотники, то прям рекомендую посмотреть. вот и виртуальные рельсы или цифровая модель дороги. Третий способ. Конечно, о виртуальных рельсах уже речь не идет. Это цифровая модель дороги. И в чем ее преимущество? В том, что не нужно тратить огромные вычислительные мощности на борту на распознавание объектов, расположение которых и так известно. То есть в то время, как Tesla все время верчит мозгами и пытается распознать, где край дороги, где бордюр, где фонарь, где дорожный знак. Автомобиль, который едет под цифровой модель дороги, он это все знает и так. Ему уже сообщили. И соответственно вычислительные мощности его компьютерного зрения, они уже уходят только на сверху, по-первых, чтобы сопоставить виртуальную модель с реальностью, чтобы понять, что у него сходится система координат, и на обработку объектов, которые частью цифровой модели дороги являться не могут. Например, людей, других автомобилей, случайно перебегающих дорогу зайчиков, такое тоже бывает видео. То есть получается, что такая модель действительно эффективна с точки зрения вычислительных ресурсов и с точки зрения быстродействия, с точки зрения анализа дорожной ситуации. Минусы, да, еще один плюс ее заключается в том, что цифровую модель дороги невозможно как-то не увидеть из-за плохой видимости. Понятно, что она существует всегда, не важно, там, дождь, темнота или что. Минусы в том, что модель есть не везде. То есть в тот момент, когда цифровая модель дороги кончается, все равно автомобилю придется перейти на полное компьютерное зрение. Необходима связь для того, чтобы выкачивать цифровую модель дороги из облака, необходимо постоянно хорошее соединение. Но самое главное, что цифровая модель дороги в принципе должна быть. И в ее строительстве, как я понимаю, можно опереться только на государственный ресурс. Только на вот эту базу данных строящихся в городе объектов, которые даст возможность своевременно пополнять эту модель и постоянно ее обновлять. Я еще раз вынужден сказать, что с одной стороны в умном городе может быть реализован практически любой функционал, он может быть самым разным. И я затрудняюсь сделать полный обзор на функционал умного города. С другой стороны, я рассказываю о том, что видел. Я видел проект умного светофора. Почему именно светофор должен становиться умным? Почему именно его наделяют функциями? Какими-то. Потому что, во-первых, светофоры будут всегда. Даже когда по дорогам вовсю будут ездить беспилотные автомобили, даже когда людям в принципе запретят водить машину, останутся светофоры для того, чтобы регулировать движение пешеходов. Для того, чтобы пешеходы могли как-то взаимодействовать с автомобилями даже беспилотными. Во-вторых, почему всякими прибамбасами оснащают именно светофоры? Потому что в городах большая проблема получить электричество. На самом деле точки ввода электричества они уже практически везде распределены. Вы не можете просто взять и подключиться в розетку посреди улиц. Там просто нет этой розетки. И провода к любому новому прибору нужно или тащить как-то по воздуху, тогда будет некрасиво, или нужно копать траншею, закладывать туда новый провод к новому прибору, какой бы он ни был, что тоже будет некрасиво. А к светофорам уже подведено электричество, как правило, к ним еще ведут вот эти внутренние закладные трубы, в которые можно протянуть еще и сеть, сетевые кабели. И таким образом светофор становится универсальной точкой доступа для всех умных устройств умного города. Умный светофор, который я видел, он оснащен, во-первых, камерами наблюдения. Ну, понятно, зачем. Можно следить за всеми людьми на улице. Можно, конечно, следить и за дорожной обстановкой, и за ситуацией на улице в принципе, но можно включить систему распознавания лиц и отлично наблюдать за передвижением какого-то человека, который интересует город в лице правоохранительных органов по всему городу. В нем есть климатические датчики, то есть они помогают отслеживать состояние окружающей среды, они позволяют отслеживать погоду, они помогают реагировать на чрезвычайные ситуации, то есть, например, если начинается пожар, возникает задымление, умный светофор первым может сообщить о том, что что-то в городе такое происходит. У них есть динамики, там есть система паблик адрес, задачи у нее разные и порой довольно странные, то есть гипотетически вот в состоянии в случае чрезвычайной ситуации, когда пожар или беспорядки на улице, это может быть прям паблик адрес, который обращается к людям и выдает им инструкции, что нужно делать, куда идти, не толпитесь или уходите отсюда, идите домой, прячьтесь сейчас в комендантский час. Но она же может, например, транслировать рекламу. Это официально, будет реклама в светофорах. По праздникам, например, она может включать музыку. У нас есть любимый праздник День Победы, будут марши играть из всех светофоров на всех перекрестках Москвы. И еще кое-что у меня тут написано, еще кое-что это снифер. Мне не разрешают про снифера говорить, они хотели, но поэтому я буду считать, что не говорил. Снифер это устройство, которое подключается к Wi-Fi любого телефона мобильного, который несет какой-то пользователь мимо и определяет по каким-то данным, например, по МАК-адресу, чей это телефон и кто мимо прошел. Функций у такого умного светофора может быть довольно много. Во-первых, это очевидное централизованное регулирование движения в городе. Мы знаем различные сценарии движения, когда в городе напряженная транспортная ситуация, когда пробки или когда что-то разгружено наоборот. И с помощью синхронных действий, синхронных показаний разных светофоров мы можем направлять потоки транспорта на разные более разгруженные улицы и участки города. Мы можем перекрывать части города с помощью светофоров. Даже в самых безобидных случаях, например, идет воскресная ярмарка. Можно нагородить там каких-то заборов, вот этих ограждений железных, а можно просто включить на светофорах красный свет и дать какой-то паблик-адрес в них, что разворачиваетесь, зеленого света не будет, это перекрыто проходит ярмарка. Взаимодействие с беспилотным транспортом, беспилотники в какой-то момент должны будут взаимодействовать между собой, сообщая друг другу, где они находятся, и с инфраструктурой города, это просто еще одна привязка. То есть для беспилотников светофор может быть точкой доступа к сети, из которой он может скачивать, например, ту же цифровую модель города, и он может служить привязкой точной. Вот, еще очень милый прототип видео в том же институте, это патрульные дроны. Они работают в парах, они уже тестируются, это реально существующая технология. В парах они работают, потому что им нужно подзаряжаться довольно много, то есть для того, чтобы постоянно патрулировать местность, один должен заряжаться, другой в это время летает, потом один садится, а другой взлетает. Они все время меняются, подзаряжаются и могут дежурить практически постоянно. И базируются такие дроны на постах дорожной патрульной службы. Зачем они нужны? Самое главное их предназначение в том, чтобы превентивно заранее вылетать на место будущего ДТП. Звучит забавно, что они предсказывают, где произойдет дорожно-транспортное происшествие и вылетают туда, чтобы его сфотографировать, снять на видео. Но, конечно, предсказать ДТП несложно чисто статистически. Где загруженные перекрестки, где есть большая статистика ДТП за прошлые периоды, там оно собственно и произойдет в вполне определенное время. Дроны вылетают туда и во-первых, когда ДТП происходит, они тут же оповещают об этом службы, то есть полицию и скорая помощь. Во-вторых, они в прямом эфире ведут ситуацию для полицейских, которые могут, пока они добираются на место ДТП, могут контролировать, что происходит там и могут даже давать уже по телефону какие-то указания участникам ДТП. Но самое главное, что уже начали вести переговоры со страховыми компаниями, чтобы договориться принимать съемки, видеосъемки с этих дронов в качестве доказательной базы для выплаты страховки и в суде. Если такое действительно будет сделано, это будет означать, что участники ДТП, в которых не пострадали люди, смогут прямо немедленно покидать место происшествия, освобождать загруженные перекрестки, загруженные дороги и не создавать пробок, как сейчас, когда они обязаны долго стоять и ждать полиции. За этот проект я лично очень сильно болею. Вроде звучит все довольно логично, было бы здорово, чтобы так это и происходило. Потому что после ДТП стоять часами, ждать полицию, задерживать всех, терпеть на себе гневные взгляды окружающих, которые тоже из-за тебя не могут попасть домой, это, конечно, все ужасно. Есть нюанс. Наверняка вы уже заметили все, вы такая аудитория, что я вас обманул. То есть с самого начала я говорю о том, что объекты строятся. То есть мы построили дом, потом построили завод по BIM-модели какой-то, потом построили город по BIM-модели. И получается, что если строить что-то с нуля, то действительно у нас хотим мы того или не хотим, получится умный город. Проблема в том, что города уже существуют, они построены без всяких BIM-моделей, и превратить уже готовый, уже существующий и стоящий веками город в BIM-модель, это гораздо более сложная задача, чем изначально его с помощью этой модели строить. Это даже сложно себе представить, это нужно действительно заниматься 3D-сканированием или сложными геодезическими замерами, и прям буквально эту модель рисовать. Делается ли это? Это делается. У городов есть разные стимулы для того, чтобы заниматься подобными вещами. Ну, вот существуют, например, такие города, как НИОМ, строящийся город в Саудовской Аравии, ну, вернее, не внутри Саудовской Аравии, он как раз, по-моему, находится за пределами, и это грандиозный проект, когда саудовцы, которым хочется очень слезть с нефтяной иглы и зарабатывать какими-то другими вещами, решили построить грандиозный город, который станет научной технологической столицей мира. Вот так они говорят про свой НИОМ. Они его строят в чистом поле, и понятно, что в этой ситуации сам Бог велел использовать БИМ, СИМ и все блага цивилизации. Тем более, сейчас урбанистические тенденции таковы, что, в общем, говорят, что города и городские крупные агломерации, они в экономическом плане станут гораздо сильнее, чем государство, и они начнут государством диктовать условия. То есть, будут как в Греции раньше, города-государства полисы, и они будут самыми главными. И вот уже некоторые государства, вроде Саудовской Аравии, озаботились тем, чтобы начать строить такие полисы. Есть, например, Сингапур, который настроен с прошлого века, с середины прошлого века на постоянную модернизацию, сделал это своей визитной карточкой, и они продают это, они привлекательны для туристов, как самый передовой, самый современный город. И поэтому очевидно, что и новые объекты, и даже я уверен, что и старые объекты у них оцифровываются, потому что любую новую технологию Сингапур должен адаптировать, должен впитать, чтобы продолжать поддерживать вот это свое реноме самого современного города. У Москвы, у которой, как я повторюсь, уже практически запредел, не практич, ну да, практически вся Москва, то есть далеко за пределы третьего кольца вылезла вот эта трехмерная модель, модель города, единая. Двигатели в Москве это реновация, которая заставляет очень много возводить объектов с нуля, это беспилотный транспорт, которым сейчас московские власти очень озабочены, они хотят после Сингапура стать вторым городом, в котором появятся первыми коммерческие беспилотные автомобили без операторов за рулем, вот, и думаю, что для Москвы еще драйвер это борьба с пробками, то есть в Москве очень важна единая система управления движением, основанная на цифровом двойнике города, для того, чтобы как-то справиться со сложным трафиком. Вот, Вадивосток я сюда включил в этот список, потому что я просто лично видел сим-модель Вадивостока, ну, я бы сказал участок. Эту сим-модель я видел в институте Гипрогург проект, который занимается как раз градостроительством, это градостроительные институты, они продают себя как самый современный градостроительный подрядчик, поэтому они оцифровали часть Вадивостока, видимо, чтобы показать свое конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов. То есть оцифрована как раз старая часть города, часть старого города. Если вы загуглите, какие существуют, ну, в общем, просто погуглить по списку Smart Cities, то выйдет вот такой вот список, просто это самый раскрученный рейтинг, это бизнес-школ университета Наварры в Испании, она составляет этот рейтинг, он известен как рейтинг умных городов. Вот они, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио, Рейкьявик, Критенгадин, Берлин, Амстердам, Сингапур, Гонконг, первые 10. Вот, на самом деле этот рейтинг, я его включил сюда на случай, если вы будете гуглить, но он не совсем про нашу тему, он не совсем про цифрового двойника города, про цифровые сервисы, он как раз рассматривает умные города как в целом что-то такое, как комплекс, состоящий из экономик, социальных факторов. Вот они рассматривают по 9 критериям, среди которых есть, например, имидж за рубежом или там качество управления и человеческий капитал. Понятно, это немножечко не то, о чем мы говорим. Мне был более симпатичен вот этот рейтинг, который составил Рено Групп. Они выделили всего 5 городов, но объяснили, что конкретно им понравилось. Сингапур попал в этот рейтинг прежде всего из-за того, что скорее всего в этом городе первым будет запущен автономный транспорт. Не знаю, привязан он к сим-модели или не привязан, не смог найти такую информацию, но тем не менее у них уже больше года проходит эксперимент, по городу ездят беспилотные автобусы, к ним уже даже в тех районах, где они ездят, я думаю, привыкли жители за такое-то время, но пока что там за рулем сидит оператор. Скорее всего, Сингапур первым откажется от такого оператора, у них будут полностью пустые абсолютно эти автобусы без водителя, и вторым таким городом хочет стать Москва. Поэтому в Москве сейчас вводится экспериментальный правовой режим для беспилотников Яндекса, они смогут возить пассажиров в режиме такси уже ожидается до конца 2021 года. Где-то в отдельных районах Москвы беспилотники без водителя полностью начнут пассажиров перевозить. Цурих понравился Рено Групп за то, что в городе есть единая энергетическая система. То есть в городе управляется как единое целое электричество, отопление и охлаждение. То есть что имеется в виду? Как я понимаю в качестве примера, например, есть у вас дата-центр, который нужно охлаждать. Этот дата-центр производит огромное количество тепла. И это тепло, его можно в принципе с помощью кондиционеров просто рассеять в воздухе с крыши и увеличить глобальное потепление, сделать вклад, а можно его по трубам направить в соседние дома, чтобы их отапливать. То есть оттуда, где нужен холод, берется тепло и переносится туда, где нужно тепло. И для такой сложной системы, конечно, нужна система городской автоматизации. В Сюрихе она обязательно есть. Осло попал в рейтинг, потому что у них тотальная электрификация транспорта. Там такие преференции для электромобилей, что в Осло относительно параметра электромобилей уже гораздо больше, чем где-либо в мире еще. Про умный город не скажу про Осло. Женева попала в рейтинг, потому что там все парковочные места во всем городе оснащены сенсорами. И, соответственно, через приложение человек может видеть свободно парковочное место или нет. У нас, кстати, в Москве тоже действует какая-то похожая система, но она работает, по-моему, через парконы. Парконы вот эти автомобили ездят и фиксируют, есть свободное место на парковке или нет. Поэтому на нее полагаться не приходится. Она работает с очень большой задержкой. Ты приезжаешь, и места свободного там все равно нет, даже если в приложении оно есть. А вот в Женеве каждое место оснащено датчиком, и, соответственно, можно видеть, занято оно или нет в реальном времени. Копенгаген попал в рейтинг, потому что там сенсорами оснащено практически все уличное оборудование. Это и уличные фонари, которые измеряют расход энергии собственной и подсказывают, сообщают о том, что он, фонарь, перегорел. Это мусорные баки, которые сообщают службам о том, заполнен бак или нет, и нужно ли его освобождать, вывозить куда-то или можно подождать. Практически все автомобили оснащены некими сенсорами в Копенгагене, и улицы тоже практически повсеместно оснащены датчиками экологической обстановки. То есть Копенгаген это прям умный город в том понимании, которое мы сейчас обсуждали. Хочется в конце ответить на вопрос, когда считать, что мы попали в умный город и когда настанет будущее. Мне кажется, что как такового бенчмарка, насколько город умный или глупый, его не существует. По крайней мере, я искал и не нашел. Вот видите, нашел два разных рейтинга, которые ориентируются на совершенно разные показатели. Почему так происходит? Потому что как с умным домом здесь та же ситуация. Эта концепция может найти свои воплощения функциональные в самых разных вариантах. Например, в Москве есть сервисы госуслуг. Они прям очень удобные. С другой стороны, конечно, мы из-за этого все там в системе, мы все в этой системе распознавания лиц, каждый из нас отслеживается. Мы абсолютно все уязвимы перед государством, если это вдруг нас волнует. В общем, мне кажется, что Москву в этом плане можно, например, назвать умным городом. В общем, получается, что каждому самому решать, умный город у него или глупый, и какой-то такой границы не будет. Вот, у меня кажется, все. Сергей, спасибо огромное. Давайте на всякий случай я спрошу тех, кто сейчас онлайн. И, кстати, интересный момент, что у нас есть несколько запросов на запись и есть несколько вопросов от тех, кто сейчас не смог посетить лекцию. Я, с вашего позволения, Сергей, их зачитаю. Хорошо? Так, во-первых, есть вопрос. Скажите, насколько вы считаете, в какой момент город становится overprotective, то есть начинает излишне интересоваться жизнью своих жителей и слишком их опекать, и есть ли какие-то способы воздействия на это? Этот вопрос, мне кажется, он лежит где-то в области философии. Это вопрос о том, как мы воспринимаем границы своей личности, что допустимо, а что недопустимо. Мне довольно трудно бывает с людьми об этом говорить, потому что моя позиция, я не хочу вообще ничего скрывать, ну, практически ничего скрывать от государства. По крайней мере, вот то, что оно хочет от меня знать, я ему прям действительно готов показывать. Самый классический пример мое местоположение. Ну, да, пожалуйста. Сколько у меня денег? Ну, оно видит и ладно. Хотя, честно говоря, периодически у меня появляется желание скрыть от государства сколько у меня денег, у меня есть как бы такое чувство, что лучше бы оно не знало. Но это потому, что я в какой-то момент, например, обиделся на государство и считаю, что оно хочет у меня взять там чуть-чуть побольше. Но мне кажется, что в идеальном мире, в каком-то, ну, так, как я его себе представляю, людям особо нечего скрывать. я рад всегда подключиться ко всему. Я подключаюсь к любым сервисам, к любым сетям. Я понимаю, какие атаки могут быть на меня, на мое имущество. В этом плане я ничего такого, никакой чувствительной информации не выдам. Но, тем не менее, я считаю, что вот эта открытость, она не должна восприниматься как опасность. А если она воспринимается как опасность, то это проблемы отношений людей с государством. Это проблемы, что там сейчас в конкретном государстве хранится, кто его как бы воплощает и что он на этом посту делает. Если все происходит справедливо как по учебнику, все там как в римском праве, вот разделение властей, вот полномочия граждан, вот полномочия полиции, все как бы по классике. Если все работает так, то я за то, чтобы меня все видели. Я готов быть по ладони. И почему я готов? Потому что действительно полезный функционал это дает. Например, в голову приходит бесшовный транспортный опыт. Это же такая приятная вещь. Когда я дома набираю, хочу попасть из точки А в точку Б, он мне говорит, иди садись сейчас в каршеринг, потом туда доедешь, машину припаркуешь, садишься в поезд, после этого из поезда выйдешь, не знаю, на дроне полетишь туда-то, то есть я меняю несколько видов транспорта, и при этом я нигде не прохожу турникеты, не происходит никакой валидации, я нигде не плачу, я нигде не жду пересадку, потому что он рассчитал маршрут так, чтобы все вовремя приехало. это очень удобная штука, и чтобы эта штука заработала конкретной городской службе транспортной нужно знать откуда, куда, во сколько я буду двигаться, и где буду находиться в любой момент, грубо говоря, если я где-то опоздал, если я, например, споткнулся, упал и держался за коленку пять минут, и опоздал на следующий транспорт, то она, эта штуковина, эта система, она должна мне написать, а, ты опоздал, садись-ка, лучше теперь вот туда, и опять же, я при этом не должен ничего платить, никуда вставать свое лицо в какую-то камеру, чтобы меня распознали, не прокатывать никакую карточку, я должен просто зайти туда, удобно, для этого надо открыться, показаться. Ну, это большой вопрос, насколько это нужно кому-то показываться, для того, чтобы такой функционал заработал, то есть, это может быть абсолютно деперсонализированное, штука, то есть, мне обязательно знать, что это вот я там, Алексей, двигаюсь туда-то, да, то есть, это как раз должно быть все безопасно и без персонализации, поэтому. А как будет валидация происходить, все-таки с помощью какого-то устройства? Ну, как бы, то, что я могу заплатить, и это происходит автоматически, как бы, не обязательно отслеживать конкретного человека, это скорее платежная система будет обрабатывать, и это должно быть как-то декаплинг, то есть, как бы, это должно быть отрешено от моей личности, да, то есть, как бы, условно, скажем, моя карточка транспортная, она не должна быть конкретно ко мне привязана, во всяком случае, город об этом не должен знать, ну, мне так кажется. здесь проблема со всеми... Нет, я думаю, что вот здесь, опять же, вот вы очень правильно начали вот эту всю историю с того, что если не определиться с терминами, то тогда это никогда не будет, во-первых, ты никогда не будешь знать, что ты достиг умного города, да, или умного дома, или умного чего-то, да, и во-вторых, люди будут впихать в это понятие все, что им заблагорассудится, и мне кажется, что вот как раз вот эта вот повсеместная слежка и вот то, что там даже про умные светофоры вы говорили, то есть там связаны две как бы вещи, с одной стороны, там есть некие классные штуки, которые мы все хотим, вот, и я бы посчитал это частью умного города, а есть, с другой стороны, тотальная слежка, которую я, например, умной частью не считаю, не считаю необходимым это включать внутрь вот этого функционала, вот поэтому государство считает и делает это частью индикаторов, социальных индикаторов, да, и строит на этом социальные рейтинги, как в Китае, либо, простите, задерживает сильно после всех демонстраций, которые проходили в Москве аж в январе, людей до сих пор продолжают вытаскивать по камерам и до сих пор продолжают таскать в ОВД, то есть это вот наша реальность. Абсолютно, да, то есть как бы я считаю, что здесь очень важно определиться с терминами и сказать, где умность, а где просто уже полицейское государство, да, то есть, поэтому, если мы сможем вот эти прочертить, очертить рамки, то все будет очень легко. Поэтому... Давайте поговорим об этом немножко, это прям интересно очень. Мне хочется такой вопрос задать. Давайте просто... Можно я просто немножечко расширю вопрос, который был изначально задан. То есть, если я понимаю правильно, как выглядит вообще механизм, то, как вы его объяснили, это что есть некоторая сложная алгоритмическая система, в которую стекаются данные о разных аспектах деятельности как человека, так и условно-коммунальных служб. И где-то на стыке этих данных можно из этого массива вытащить некоторые паттерны, которые позволяют городу обслуживать человека. Причем разные-разные службы могут использовать разные массивы данных для обслуживания конкретно своих задач. Самый первый вопрос, который возникает, это какую роль в этой истории начинает выполнять город либо государство и кем оно будет работать, либо полицейским, либо коммунальщик. И вот в зависимости от того, где добрая воля города в этот момент начинает проявляться и насколько город, там, да, как он себя видит применительно к своему гражданину, к общению с ним, вот, собственно, только это и определяет, что дальше будет происходить. либо человека за плохое поведение будут запирать дома и не давать ему из дома выйти и штрафовать на каждый чих, либо его будут, наоборот, поощрять, когда он что-то пытается сделать и каким-то образом там улучшить собственную жизнь и делать эту жизнь удобнее, правильно? А данные-то, в общем, один из них. Почему антируете это? Нет? Я заметил. Смотрите, вот, я, не подумайте ни в коем случае, что я за то, чтобы невинные люди сидели в тюрьме, а вот, как бы, совершенно нет. Но, тем не менее, все-таки есть еще такая функция, как полиция. То есть, другая. если кто-то что-то украл, если кто-то кого-то убил, если кто-то угнал машину, вот, этого кого-то нужно ловить. Этого кого-то придется, ну, как бы, я думаю, что многие граждане будут за то, чтобы ловить этого кого-то с помощью технологий. И тут, как бы, получается вопрос, что водораздел должен проходить не технологический между гражданами, которым нужно применять силу, и которым не нужно. Этот водораздел, он этический и юридический. То есть, то, что у нас криминализована деятельность совершенно законная и даже правильная, она вдруг, как бы, заходит в, считается криминалом. Это же не проблема технологий совершенно. и тут невозможно какой-то технологический водораздел провести между мирными людьми и преступниками. Поэтому я за то, чтобы все были в системе, а законы работали. А вот так есть? Да, просто есть одно замечание, проще, что в Северной Америке, например, в Сан-Франциско, граждане уже проголосовали, и распознавание лиц запрещено, официально запрещено, именно с целью проведения полицейских мероприятий. А можно встрять тоже? Есть так, эхо? Я бы хотел еще один аспект добавить. Я вот программирование учу, и любой программист знает, с точки зрения безопасности и надежности функционала любой системы, если у тебя есть система, есть много агентов, нельзя, чтобы у какого-то агента было больше информации, чем ему на самом деле нужно. Всегда есть вопрос, тебе сделать какое-то одно центральное место, где будет лежать вообще вся информация, или Вася получает только то, что нужно Васе, а Пете только то, что нужно Пете. И это, мне кажется, технический ответ на то, что вы говорите. Должен ли быть один большой брат, и мы будем думать, хороший он будет или плохой, или просто не давать больше информации, чем светофор на самом деле нужно? Да, да, да. Женя, спасибо. Ты можешь, когда говоришь, нет эхо, когда ты выключаешь, когда кто-то другой пытается сказать, сразу возникает эхо. Это чтобы просто было понятно. Значит, я вот абсолютно согласен с этим. Я хотел, наверное, Сергею тут больше сказать, как бы, почему оно работает в Москве неправильно, с моей точки зрения, и почему оно будет работать в Северной Америке хорошо. Значит, это как раз в юридической плоскости находится. Дело в том, что как бы у нас город и полиция разъединены. И у нас, более того, в зависимости от того, где мы находимся, у нас разъединена даже вот система электричества, там, хайдра, то есть это все разные агенты, и у них у каждого своя информация. И в этом плане, допустим, светофор – это то, чем владеет муниципалитет. И, соответственно, даже те же видео, которые там есть, это владение муниципалитета, и полиция не имеет никакого к ним отношения, не имеет доступа и не должна ни в коем случае. А что должно происходить и как это будет, допустим, какие-то проблемы решаться с убийствами и так далее, это путем стандартного запроса. Значит, они приносят ворент, я не помню, что по-русски, и говорят, типа, ребята, произошло вот в такое-то время, в таком-то месте произошло нечто, о чем мы хотим знать, с подписью судьи и получают доступ к конкретному видео. А вот так, что у них в прямом эфире весь город с распознаванием лиц, нет, 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 ни в коем случае, это вообще дорога в никуда, честно вам скажу. Да, и, ну ладно, если мы про это говорим, то есть мы как бы тут как минимум несколько человек занимаются похожими системами, и мы в ту сторону. вот для меня, например, как человека, который разрабатывает систему умного светофора, это принципиальный момент, то есть ни в коем случае, вот мне для того, чтобы управлять трафиком, не нужно распознавание номеров, то есть вопрос инфорсмента превышения скорости, это отдельно, то есть как бы вот есть отдельные камеры, которые только за это отвечают, и они отделены от города, то есть они не принадлежат городу, они скорее относятся к полиции, а есть отдельные камеры, которые занимаются управлением трафиком, да, то есть, условно скажем, умные светофоры, и вот как бы для того, чтобы вот этот функционал реализовать, абсолютно не нужна идентификация личностей, как бы мне не нужно распознавание лиц, мне не нужно распознавание лайсенс плейт, в смысле, ну, номеров автомобилей и так далее, поэтому я думаю, что вот Женя прав, правильно сказал, и в общем-то благодаря просто вот этому разделению обязанностей в Северной Америке, я думаю, что оно может хорошо взлететь, а вот как в Москве, ну, там, или в Сингапуре, или где-то там, тем более в Китае, это будет, ну, вот это будет уже, как бы, он будет умный, но он будет нехороший город. Я вот как бы, я технопозитивист, мне всегда хочется построить идеальную техническую систему, и, может быть, я иногда и недостаточно глубоко задумываюсь о том, как это будет работать с этической точки зрения. Я как-то идеал вижу так, чтобы система была единая, а доступы в ней были распределены как-то очень эффективно на законодательном уровне. Потому что то, о чем вы говорите, Алексей, это с точки зрения технической, это многократное дублирование систем. То есть, получается, что у нас больше оборудования, у нас менее эффективность, менее эффективная система с технической точки зрения. Но зато она действительно дает гораздо большую защиту от злоупотреблений. А злоупотребления будут, да. Ну, я скорее влезал с технической стороны. Нельзя, чтобы кто-то имел доступ к большему количеству информации, чем ему надо, потому что он вставит баг там. Вот и все. Как бы это будет хуже работы, чем если у каждого будет своя информация. Но это интересный технический спор, который можно долго вести в обе стороны. У каждого своя информация. Это значит, что у каждого свои устройства? Или они могут сширить устройство, а информацию делить? Они могут... Спасибо, Соня, что замьете вы меня. Они могут информацию делить, но они не должны иметь доступ к тому, чему им не надо. То есть не должно быть центрального места, где вообще все лежит, и кто-то может туда залезть, и нечаянно, бог с ним там со злым умыслом, но нечаянно обязательно будет испорчен. Возможно ли такая ситуация, когда устройства все общие, база общая, но доступы к разным частям базы разный? Или мы в такую систему не верим, потому что рано или поздно кто-то злоупотребит? Нет ответа, не знаю. Что я могу сказать? Попробуем скоро и узнаем. По крайней мере, вариант Большого Брата у нас строится, в Китае строится, скоро увидим, как это будет. Я предлагаю Сергею Второму свои соображения высказать на эту тему, потому что есть человек, который практически занимается построением умных городов, и есть стандарты, которые касаются построения умных городов. А это был второй вопрос в чате, который у меня тут в подвешенном виде. может быть, имеет смысл об этом тоже поговорить. Есть ли какой-то идеальный образ умного города? Есть ли выработано или какое-то представление у экспертов, каким образом вообще стандартизируются города? Я вмешаюсь, наверное, я просто не знаю, кто еще есть. Сергей, кроме меня, здесь есть. Я отправил пример стандарта, я темой занимаюсь достаточно давно. года с 2013 где-то. Попыток очень много, но все стандарты это обычно очень низкого качества материал с очень поверхностным соображением. И как бы опираться на них не приходилось от слова вообще ни разу. И вот я бы поддержал ту идею, что мы-то для себя давненько сформировали, у нас нет понятия даже стандартизированы для города. Будете удивлены, но нет стандарта, который говорил бы, что такое город. То есть это для каждой страны уникальные вещи. И даже законодательстве, российском, например, законодательстве, я никогда не находил город, находил городские округа, поселения. Это просто ярлыки, навешиваемые органами исполнительной власти. И поэтому для того, чтобы понять, что такое умный город, я всегда пытался сформулировать четче, что такое город вообще. Формулировки бывают разные. И самое главное, любое формулирование термина должно иметь критерий подтверждения. То есть мы в город попали или не в город. Мы в умный попали или в глупов. И этой задачей, конечно, первая, которая стоит, сказать о каких критериях. Вот, например, город, который теряет население, это умный город или глупый? Город, который делает небезопасное проживание своих жителей, умный или город? Или жители, которые беднее в одном городе, чем в другом? Вот какой из них умнее? И вот для меня критерии давно определились, это очень важно. И очень я хотел бы подискутировать с докладчиком, что, конечно же, не технологическая обеспеченность определяет ум. Мы можем быть обвешаны гаджетами, но в нас ума не прибавится. Все-таки я всегда считал, что способность, главная способность ума ставить и решать задачи. Вот, мне кажется, это очень важно. То есть, ты можешь с ручкой-карандашом решать задачи лучше, чем обвешанные гаджеты, например. И поэтому я уклонился от темы по поводу стандартов, но я вам их отправил только как отправной точкой, посмотреть стандартизирующую организацию, я участвовал в подготовке этих, у меня пытались вовлечь в подготовку этих стандартов. Обычно они размывали тему, да не могу, конечно, и опираться невозможно. И все-таки докладчик ставил изначально задачу доклада действительно дать определение, собственное, может быть. Вот, и все-таки еще мне очень беспокоит, в таких докладах очень часто приводят с примером очень крупные богатые города. Вот, например, в мире 150 тысяч городов, а речь всегда идет о каких-то там десятки, двадцатки топов, которые просто по стечению обстоятельств так сложилась судьба, у них больше денег, и поэтому они много техники всякой покупают, базы данных, строят и прочие вещи. Это не имеет отношения к уму. И я вот уверен, что те города, которые тем более в Саудиде объявили вот сейчас очень много хайпой, он не будет умным городом, он будет хорошо оснащенным городом. Города возникали не по велению человека, а исходя из территории сложившихся потоков людей, ресурсов, технологий и еще каких-то вещей. Большинство людей, городов рукотворных умирали очень быстро достаточно, потому что были вымышлены. И поэтому очень важно, конечно, дать определение умному городу или стандарты какие-то придерживаться, но, к сожалению, самый первый вопрос, который мы себе задаем, это вот какой критерий. Вот он завтра умнее станет, то решение, которое принял мэр или житель, они сделали жить в городе лучше или хуже, вот ответы на такие вопросы хотелось бы, чтобы какие-то умные города способны были давать. Это вот что я хотел высказаться в этой части. И вот даже мы изучаем сейчас где-то фабрику, мы делаем цифровых двойников городов, мы вообще избегаем 3D-моделирования как некоторой сущности, выводящей от смысла, от задач каких-то. И обратили внимание, что в городе даже России с тысячи, городов в России тысячи 80-е что-то такое. Вот признаюсь, я хорошо в географии разбираюсь, но 30 городов я никогда даже не слышал, что здесь существует. И вот я думаю, что никогда не наступит того счастливого момента, когда в этих городах появятся умные светофоры. Ну, просто от слова им никогда не хватит денег. Но при этом самый умный город, который я, например, в России считаю, это академгородок. Да, но просто потому, что там умные люди живут. Я надеюсь, что они сделали в свой город умный. Куда приезжаешь, это тебе хорошо. Потому что это город умных людей. И какой критерий будет? Критерий, что там сим-модель случилась, 3D-модель случилась, светофор как-то лучше работать. Да нет. Люди там должны как бы хотеть жить, богатеть, быть в полной безопасности. Желательно без контроля вот этого, которого. Я, честно говорю, не готов делиться данными, хотя постоянно делюсь, наверное, о своей семье, местонахождении, каких-то вещах, хотя я абсолютно технологический человек. Я сейчас знаю, что решение задач богатства, роста, процветания, это не задача тотального контроля и точно не задача тотальной информатизации, автоматизации. Это разные целеполагания. Вот хотелось бы тоже вот авторам будущих докладов все-таки ставить, а зачем мы вообще должны озадачиваться по мнениям города, ради чего, что мы хотим на итог. Вот я тебе пока что для российских правдогородов отвечаю, что мы хотим стать богаче, хотим, чтобы просто люди были богаче и в большей безопасности. А вот далее можно сказать, а какие критерии и как мы способны измерить. И окажется, что мерить нужен совершенно не датчики воды. И совершенно заниматься не остановками, светофорами, а там оценивать, уметь диагностировать города, выявлять очень тонкие места, проблемные социальные группы, причины вот этих проблем. И это очень другой фокус на меньшую оснащение, на меньшую оснащенность, а действительно способность сформулировать, поставить, решить конкретную задачу. И вот здесь и технологии нужны, безусловно, инструменты, я бы сказал, но решение задач, а не тотального знания. Я еще такое важное замечание хочу сделать, последнее выскажу, что измолчу, по поводу BIM-систем. Дело в том, что мы так много занимались оцифровкой сложных инфраструктур, сразу скажу, что порой затраты на вот эту оцифровку гораздо выше, и ресурсоемкий настолько, что совершенно не дают результат, дают обратный результат, потрату человеческих ресурсов. Вот надо как-то стараться избегать, формулировать задачи, которые бы нас уводили в сторону, давайте еще информации соберем, прежде чем собирать информацию, оцифровывать, надо себя очень четко отвечать на вопрос, какую задачу решаю, и каким критериям я буду измерять ее решенность. Вот если бы так удалось ставить задачу, то скорее всего появилось бы более четкое определение города и процент его умности. Мне кажется, умность определяет способность, это некоторая способность меньшими силами и средствами решать собственные задачи. Вот это с умом, вот бывает с умом подошли. С умом это значит не с деньгами, а вот малой крови, что называется, а это измеримо. Получается, мы повысили безопасность, снизили смертность, снизили количество преступлений, аварий и прочего и потратили сколько на это денег. И вот чем меньше потратили, тем умнее мы, тем более эффективнее мы. Вот тут возникает критерий, тут появляется определение, тут появляется измеримое операциональное определение, в том числе и ума. Хотя как один философ, практикующий, сказал последний тезис ум, скорее всего способность рефлексировать, способность смотреться на себя со стороны. Я вот думаю, что тот умный город, который способен сглянуть на себя со стороны, вот здесь можно было бы закончить. Спасибо. Сергей, огромное спасибо. Мне кажется, это более чем убедительное окончание этой беседы. Кстати, пожалуйста, пришлите документ не только мне, но и всем остальным в чатик, потому что вы его скинули мне в директ. Я на всякий случай хочу еще напомнить PayPal нашего докладчика Сергея Апресова. Пожалуйста, я его тоже копировал в чатик. Если у вас есть еще вопросы, давайте последние, не знаю, сколько-нибудь минут их позадаем, если Сергей еще не умер от нас, от всех. Я бы просто хотел, наверное, сказать, тут есть небольшой диссонанс, я думаю, между нами и докладчиком, просто потому, что мы живем в разных реальностях. то есть как человек, проживший в Ванкувере уже больше десяти лет и не бывавший в России такое же примерное количество времени, вот я первый раз этим летом вернулся, и я понял, что, в общем-то, мы живем в разных реальностях и, соответственно, в разных, с точки зрения города, так абсолютно точно это разные абсолютно понятия у нас того, что себя город представляет. мы в какой-то мере, мне кажется, в Ванкувере живем в таком немножко футуристичном раз, в очень богатом месте, очень привилегированном, и поэтому мы как бы вот по пирамиде Маслова мы находимся там, где мы уже можем на самом деле уходить вот эти технологические какие-то особенности и так далее, вот, и поэтому то, что Сережа сейчас только что рассказывал, в смысле говорил, оно очень применимо, я думаю, к России, не то, чтобы она не применима к Канаде, она безусловно применима к Канаде, но мы как бы немножко, по-моему, это переросли, и нам можно начать озаботиться о умный светофор, вот мы там давайте то сделаем, давайте это, датчики получше поставим, фонари у нас будут умные и так далее. Не то, чтобы у нас не было никаких проблем, но правда у нас как-то другая реальность, поэтому я думаю, что как раз Сергей, который доклад делал, он больше, наверное, исходил из реальности мировой или вот этих богатых городов, но оно к России не очень сильно применимо, поэтому, когда мы говорим о Москве, правда, то есть, мне кажется, умный светофор или оцифровка города с точностью до миллиметра, это не первочередная проблема, и поэтому есть диссонанс, не может быть ни понятие того, а зачем, у нас так много других проблем, зачем нам цифровка провода так, чтобы несколько районов оставались обесточены, вот тогда мы будем считать, что у нас умный город, нет, мы как бы действительно должны думать о том, а почему у нас там, не знаю, вот эти провода неправильно сделаны, или светофоры плохо работают, ну правда, то есть, вот у нас вот этот уровень уже достигнут, а то, что вот Сергей Гумеров говорил по поводу того типа ребята у нас ну тысяча там с лишним городов России, там большинство из них, ну совсем другие проблемы, совсем другие проблемы стоят, а у нас правда стоят проблемы умных светофоров, у нас правда стоят проблемы проводов висящих или там падающих из-за того, что белочка там, я не знаю, я просто еще 8 лет работал в городе, и ну там весь район может оказаться без электричества, потому что белка повисла на проводах и закоротила как бы, то есть, вот такие проблемы у нас в Анкувере, белочки, не знаю, там медведи, все что-то, а в России, вот я просто побывал там на Байкале, везде, вот нет ощущения, что вот это главная проблема. Слушайте, ну я же говорю из Москвы, и в данном случае я не знаю, может быть я должен начать испытывать угрызение совести за то, что я сижу в Москве и наслаждаюсь тут всяческими госуслугами, а у меня за МКАДом там творится черти что, вот, но, честно говоря, у меня просто кругозор недостаточно широкий, видимо, для этого, то есть, я технарь, я этим увлекаюсь и меня, моя собственная комфортная жизнь очень сильно волнует и то, что, например, вот у меня недавно ребенок родился второй, и когда он родился, я что-то там загнал на госуслугах, там, ну, я просто написал куда-то, что он родился, и у него сразу появились документы, у него появилось сразу то, сё там, в общем, это было, правда, очень удобно, и это здорово, я не знаю, как это как бы в контексте общероссийских проблем все выглядит, но, например, там, службы одного окна, сайт госуслуг, возможность там оплатить штраф мгновенно, там, с карточки, в конце концов, сервисы банковских переводов, которые у нас, вот тут, наверное, мы прямо отстали сильно, появились, правда, вот так развились не так давно, то есть, понятно, что у меня давно стоит сервис клиент-банк, а у, например, каких-то рабочих на рынке там и так далее, каких-то продажей, людей, которые стройматериалы продают, вот появилось прямо только недавно, и то, что все стало безналичным, я не знаю, я эту грань прошел, как бы, я ее видел на собственном опыте между наличкой тотальной и сейчас тотальными безналичными расчетами, мне просто от этого комфортно, мне это очень нравится, и речь идет о комфорте, весь мой рассказ был о комфорте, и мое понимание умного дома, оно касается исключительно комфорта, и, в принципе, когда я думаю, например, о том, где жить, там, в городе или за городом, я сейчас живу за городом, я вот убираю это, или, например, я думаю жить в Москве или в каком-то другом городе, у меня там тоже на, ну, наверное, чуть ли не на первом месте, до чего шелукавить, честно, на первом месте будет стоять комфорт, вот, поэтому просто я это вижу вот в таком ключе, для меня умный город это тот, который обеспечивает мне и всем жителям комфорт с помощью технологий, узко так просто. Класс, спасибо огромное. Я предлагаю на это